Здравствуйте! Наверное, каждого волнуют вопросы, прощает ли Бог грехи и какие грехи он не простит. На эти вопросы ответит руководитель информационного отдела Симбирской епархии Яромонах Филарет. Симбирской епархии Человек выбрал иной путь совершенства вне Бога, из-за этого пострадал. И вот то, каким создавал Господь мир, это изменилось, как бы стало перевернуто с ног на голову. И если человек должен был бы быть царем над природой, теперь он вынужден в труде добывать себе пищу. Если он был призван к совершенству, что и мог достигнуть там, то теперь для нас это очень большая проблема. И каждый, живущий здесь на земле, он согрешает. Так или иначе, нет ни одного человека, который бы сумел прожить жизнь и не совершить грех. Грех в переводе с греческого языка означает ошибку. Совершить грех – это означает не попасть в цель. Вот у всех нас есть определенная цель, есть такая заданность, к которой мы должны стремиться. Мы должны стать подобными Богу. Говоря очень простым языком, мы должны быть похожими на Бога, в Его совершенстве. А Он любит всех, и мы должны любить всех. А Он милостив ко всему, и мы должны быть такими. Но вот, к сожалению, вот эта болезнь нашей человеческой природы не позволяет нам быть таким, и мы совершаем грехи. Бог по своей любви к человеку прощает эти грехи, но никогда не делает этого с нарушением самого важного, что есть у человека, человеческой свободы. Поэтому не прощается тот грех, в котором человек не раскаивается. Если человек осознанно подходит к покаянию, если он готов изменить свою жизнь полностью и более не возвращаться к этому греху, то Господь, конечно, простит его. Потому что мы привыкли мыслить своими человеческими категориями. Когда нас обижают, мы же долго храним обиды, мы не можем простить, а если иногда и прощаем, то не забываем того, что нам сделали. Бог, естественно, не таков. Он совершенен, совершенен в том числе и в своей любви к человеку. Поэтому, конечно, любого он прощает. Что бы человек ни делал, как бы он ни ошибался, Господь готов его простить. Но от человека нужно сделать шаг навстречу, которую мы называем покаянием. Поэтому нет такого греха, который бы не простил Господь, кроме того, в котором человек не кается. Редактор субтитров А.Семкин